21 ноября Всемирный день телевидения. Этот праздник имеет отношение не только к работникам ТВ-индустрии, но и к тем, кто не представляет своей жизни без любимых телефильмов и программ. Но остались ли в поглощенном интернетом мире такие люди? И кто в итоге победит? Телевидение или всемирная паутина? Выясняла моя коллега Луиза Егезарян. Мне, конечно, ближе интернет. Я предпочитаю телевидение. Так и живут. Супруги Седько зачастую сидят в разных комнатах, чтобы не мешать друг другу проводить домашний досуг. Эрнест – любитель переключать кнопки на пульте телевизора. Ольга – листать смартфон в поисках интересных видео. В интернете есть все. Любую передачу, программу, все можно пересмотреть. И ты по времени, получается, не привязан. Захотел – посмотрел, захотел – на паузу поставил. Мультики мы тоже в интернете смотрим, на планшете, соответственно, на телефоне. Поэтому для меня интернет – это все. Телевидение чем хорошо, то что тут не надо заморачиваться, искать. А в интернете надо больше как бы уделять поиску того, что ты хочешь посмотреть. Пока ты смотришь, у тебя уже время не уходит. Мне, например, удобнее. Поэтому я люблю больше просто телевидение, чем интернет. Нам такой старовер еще. Интернет становится популярнее с каждым годом. И если раньше у него была преимущественно молодая аудитория, то сегодня люди старшего поколения с удовольствием бороздят просторы всемирной паутины. Я себя чувствую хоть какой-то хозяйкой. Выбираю то, что мне нравится. А телевидение – то, что мне навязывают. По суточному охвату интернет обошел телевидение. Но ТВ все-таки пока не сдает позиции. Телеканалы продолжают собирать больше аудиторию по недельным и месячным показателям. Профессионалы уверены – дело в качестве. Видео – это будущее. И телевидение, интернет – это только какие-то этапы. А видео, картинка, она всегда останется. Другое дело, что показывать с помощью этой картинки. И кто будет участвовать в создании этой картинки. А это люди, это художники, это режиссеры, это продюсеры, это ведущие. Это все равно останется. Потому что блогерство, которое сегодня существует, все равно отдает все-таки каким-то непрофессионализмом. Несмотря на то, что у каждого современного телеканала есть интернет-платформа, эфирное вещание остается востребованным. По телевизору можно больше всего посмотреть, чем в интернете. Более как-то подробно все объясняет, доступно для любого человека. Качественный контент и большая команда профессионалов, задействованная в общем деле. Это то, что отличает телевидение от других источников информации. Здесь каждый человек – важное звено единой цепи. Это главное СМИ, мне кажется, потому что здесь есть и слово, и буква, и картинка. И вот этот синтез дает уникальность, которой мы пользуемся каждый день. Всем телевизионщикам я желаю процветания. Телевидение – это тот инструмент, который очень быстро развивается. Конечно, здесь нужно быть всегда на волне. Поэтому оставайтесь на волне и будьте счастливы.